Ну что, нашел я тачку, сейчас поедем примерим. Я думаю, что она должна быть уже достаточно высокая и длинная, чтобы я там поместился, и вам было места для ног тоже много. Да, ну что, Bentley Continental как-то совсем мы не поместили. И что я говорила, ты головой не вмещаешься. Я бьюсь даже. Катя, ты за папой садишься. Так что идем примерять что-то другое. Поместились, но как-то не было. Ну с трудом, с трудом, а ты вырастешь еще как я, и все, и не поместишься. Короче, идем смотреть нормальную, большую машину. Воду забыли. А, вот эту? Старушка моя. Не сердись. Выходим, товарищи. Нет, это не та машина, это просто такси. Ну, чтобы недолго ждать, да, заказали, что попало. Сейчас едем на такси, и там уже встретим хорошую машину. Здорово, здорово. Hi. Да, в Uber и на Дамаске, точно. Капец. Японцы мне, похоже, тоже не подходят. А какой мне хочет? Ну, ты сейчас едешь в японскую машину. Да. Окей. Макс математик. Макс математик. Это не математика. По 0,48 мне тоже же ходил. Я до 4 тысяч доходил, 8 не помню. Я в 8 доходил. Ты доходил? В прошлый раз. А, вот это. А, это другой. Я обычный, а мне тут по 48 квадратное. Как прекрасно. Как прекрасно. Едем убирать машину, а за окном дождь идет. У нас машина же будет с крышей. Это же не то, что кабриолет. А ты знаешь, что из этого маленького квадратика выходят маленькие трофеи? Да. Эта статуя называется дух экстаза. Летящая такая. А ты знаешь, что всегда буквы R идут вертикально. Даже когда колеса крутятся, а буквы R остаются на месте. Расскажите, куда вы приехали. Ну что, мы приехали примерять машину. Сейчас идем, оформляемся и берем кататься. Это наша? Наша, да. Я думаю, наша. Что это за машина? Это Волга? Это Волга-Чайка. Волга-Чайка. Пошли оформляться. Так что мы ее забираем прямо? Без примерки. Как? Примеримся. Понимаешь, машину надо почувствовать. Поездить на ней. Просто так сесть это мало. Та-та-та-там. Здесь все-таки не было входа. Нам туда, нам спешил. Yes, you are. VIP. Чего вы в телефонах сидите? Просто они эксцитинг, что ты делал машину. Очень весело. Это если бы им было лет по 16, и они свою первую машину выбирали. А если бы Бентли или какой-то Бугатти или Ламборгини? Только Бугатти хочу. Что Бугатти? Хочу выбирать машину? Папа, 80. Было бы вам интереснее, нам и спрашивали. Нет. Нет? Интересный жена. Ты да? Да. Это же мы не ездим сейчас. Я не хочу Rolls-Royce. Я только хочу Бугатти, Ламборгини или что-то другое. А мне вообще нравится Rolls-Royce больше. Потому что я думаю, нравятся людям Бугатти, Ламборгини вот такие. Только потому что они быстрые. А если на каком-то Жигули 21.07, 21.04, как у деда Вити, нет? Мопед. Мопед. Мопед? Ну что, добро пожаловать. А знаете, что мне не нравится? Вот эта вот штука. Ну капец. Почему не плоский пол? Надо чтобы бутылки не катались. Это потому что она то ли заднеприводная, то ли полноприводная, я не знаю. И вот здесь кардан. В Жигулях я знаю тоже так же. Кардан проходит под полом. Катя, я тут, я тут сидела. Тут только малыш может сесть. А зато как двери закрываются, они как-то должны с кнопочки. А ну, нет? А, это окно, стоять. А двери с кнопочки не закроются. А может дергнуть, и оно закроется? Должно быть, должно быть. Дергните, и оно закроется. А ну, легонько. Нет? Что это? Тут нет этой опции. А, это обогрев сиденья. Отдавайте обратно. Капец, это я, точнее Катя. Садись, садись, я закрою. Должна вот это вот дергать вот так вот. Должна быть кнопочка, пинг, и оно закрылось. Пойди спроси. А, это зонтик должен быть. А? Ну что, погнали? Е-е-е-е! У-у! Впервые я сижу за рулем Rolls Royce. Кстати, тут крыша где-то должна как-то нажиматься. Не могу понять, но она тут есть, да. Кстати, посмотри на это. Мне надо, где сиденье? Опять. О, вот так лучше. Но все равно, смотри. Капец какой-то. А, во, еще, еще ниже пошел. Все. О, теперь нормально. Ой, не знаю. Это надо спросить у задних пассажиров. Свет авто, все, год, можно ехать. Садипа, не работает сиденье. Под низом у тебя, вот там сбоку должна быть рука. Есть? Нащупаешь кнопки? Нет. Нет. Ну, вот тут, смотри, пап. Что там? Это двигало сиденье. Теперь оно не работает. Потому что это память, Макс. А у тебя где-то должны быть еще отдельно кнопки регулировки. Ну так, что у нас есть? Ну, есть руль. Есть четыре колеса. И она едет. И она едет, да. Тихо очень, кстати. Даже не слышно. Она сейчас работает? Ничего не слышно. А может у нее этот старт-стоп типа? Неважно. Так, что тут есть? Какие-то кнопочки? Что будет, если я нажму? Я нажал. О! Я нажал самолет. Я нажал взлет самолета. Ха-ха, в Роллс-Ройсе. Это что, непонятно тоже. Ну, короче, куча каких-то кнопочек. Это память, наверное, на радиостанции, что ли? Это кондиционер. Обдув какой-то или что. Непонятно, какая у меня тут температура в салоне. Так, это что? О! Машина может быть ниже и выше. Сейчас она посерединке. То есть она как внедорожник работает. Прикинь. То, что тут у нас? Это что? Что-то нажимается. Ага. Какая-то еще такая штука. Холодильника нет. Что там? Я поломаю сейчас? Что у нас? Ой, а это? Стоять. Смотри на это. Сейчас, секунду. Я вижу крутой столик, но я вот уже не могу опустить. Ага. Фух. Мне кажется, короче, холодильника нет. Уже минус. У меня в машине есть холодильник. Что там у вас? Крутые столики? А, он еще и двигается туда-сюда. Должен. Реально? Ну, должен. А зачем же вот это вот? Интересно. Значит, должен и столик как-то двигаться. Нет? Не хочет. Что тут? Нажимаем на кнопочку. А ну. И что? Уже поломали? Такие вот крутые подстаканнички, да? Какие-то совсем маленькие. Ну что, подстаканники у вас есть. У нас тоже. Мы рядышком возле Макдональдса едем за кофе. А подлокотник ваш отпускать? Почему мы идем в Макдональдс? Ну, можем попробовать, да. Вот, вот посерединке пальчик, да, откроется. А ну-ну-ну, телефон забери. Телефон забери. О. Смотри, так у вас тут управление такое же, как у меня. Смотрите, здесь и вот здесь. Ну, и у нас? Ну, какое-то есть управление. И вот еще, попусти. И вот еще кнопочки. Управление чего? Оп. И вот еще кнопочка. Ай. Оп. О. Вот, вот это подстаканники. И то маленькие, кстати, тоже. А, управление чего? Возможно, вашими телевизорами. Ей. Сид хитинг дистрибьюшн. Так, это что? Вот, нашли вам управление сиденьями. Вот это выше, ниже, даль, вперед и так далее. О, есть. О, нет. А как низко оно идет? Вот подголовник. Катя подголовник это сейчас опускала только что. О, вот теперь ты поднимал сиденье. Вот только что. Так, ладно, поехали. Хватит стоять тут. Нужно машину взяли кататься, а не сидеть. Рассматривать. Еще на Роллс-Ройсе в Макдональдс мы не ездили. Интересно, к ним приезжали эти клиенты на Роллс-Ройсе за Чизбургерами? Вот как раз и примерю машинку. Может, действительно себе такую возьму? Ну, она же стоит 500 тысяч. Максим, Максим. Я обнаружила коврик очень пушистый. Но вот тут не пушистый, совсем твердый. А смотрите, очень, очень глубокий. Да, я пощупал. Там высота шерсти где-то вот такая. Можно босиком ходить, и будет очень приятно. Она такая мощная. Она тихонько, плавная, но очень мощная. Мягкая такая. Ты как плывешь на корабле. А где Макдональдс? На Городке. Ага. Как будто бы на корабле таком, на круизном лайнере. Мягенькая. Вообще, дорог не чувствуется, чтобы там какие-то ямки и все. Ну, их и нет, конечно, но... Короче, я вот сейчас что увидел. Мне сильно дуло. Вот это вытягиваешь, дует сильно. Нажимаешь, дует слабенько. Так как в Жигулях был подсос такой. Тоже такая штука, которую надо было вытягивать иногда, чтобы лучше бензина больше шло. Вау, вот это мощь. Аж телефон улетел. Как быстро она у нас летела? Она разгоняется до 100 км в час за меньше, чем за 5 секунд. Мат? Да. 4,8 секунд до сотни. При том, что она тяжеленная. Интересно, к ним сюда ездили еще на Руслой? Она не станет на это место. Да что это не станет? Сейчас все станет. Только не в драйв, пожалуйста. Не, не в драйв. Ну что, в машине за миллион идем кушать в бургеры по рублю. Эй, чего ты? Брошенная такая. А где ключи? Ключи, ну ты. Давай, выходите же. Кстати, эта машина с ключей много? Я не знаю, ну не миллион может быть, но много стоит. Много. Я просто помню, что укройцы обычно стоят 500 тысяч. Разные, могут быть и миллион. Двери неправильно мне открываются, кстати. Нет, ничего не указано. Как быть, оно не закроется, двери сами, нет? Софья, мы телевизором не выключили. Не выключили? Они, я думаю, сами выключатся. Как ее закрыть? Не знаю. О, вот так, да? Похоже, закрыл. А ну, а не, я рядышком. Еще раз, смотри, вот. Раз, опустилась. Все, машина закрыта. Ты говоришь, не встанет? Все, отлично встал. Я совсем чуть-чуть торчу из парка места. Все нормально. Подходит. Пока что, единственное, что я заметил, у меня нет холодильника, но, возможно, потому что это какая-то базовая комплектация. А мы будем, если себе заказывать, то уже с холодильником. О! И я не нашел открывание люка. Я видел, как самолеты тут шумят. Ну, я видел, вот такую стрекозу. Мусорки? Нет, вот там пролетало. Пошли, это Чесбургеры. Потому что крутой тачок, кстати, у нас даже номера крутые. Ага. Смотрите, как припарковался этот наш парк. На широкой машине. Тебе можно, что ли? Нет, не то, чтобы можно. Обычно я так себе не позволяю, просто куча паркомест. Я никому не мешаю. Пошли. Кто заказал тропиканье? Да. Ну, зацепь. Спасибо. Пошли кушать. Ну что, садимся, покушаем в Роу-Тройсе. Прошу вас. Пусти, пусти. Вот. Вот жулик. Под стаканечки свои достаньте. Столики свои разложите. А как же это? Что, оно не подвигается? Как-то совсем слабенько. А как наше сиденье двигается? Наверное, мне надо машину немножко завести. Подъехать ближе, наверное, вот здесь. Вот. Подъезжайте ближе к столику, мистер голодный. А я тем временем раздаю еду. Так, салфеточки это вам, чтобы не заляпаться. Чикен наггетсы, пожалуйста. Это Катины. А я с чесноком? Не-не-не. С чесноком тут есть другое где-то что-то. Эппл пай, пожалуйста. Вот, вот это чизи. Гарлик, вот. Кто не верит. Гарлик байтс. Это трипл. Это трипл. Это мое. А вот еще один трипл. Да, это мое. А, вам кетчуп какой-то, да, дать? Папа, а не зиму. Ну, не знаю, вам к вашим. Смотри, опять. Опять вверх ногами, да? Рич, что это дип мое. Мое кетчуп. Забери свой сок с подстаканничка, поставь вот это. Он не поместится. Как не поместится? Не поместится? Блин. Не, ну какой-то неправильный этот Rolls-Royce. Держи, Катя. А это поместится? Поместится. Вот так же. Алло, алло. О, наверное. Есть. Катя, трубочку. Спасибо. Ну все, я иду сажусь со своей стороны и тоже будем пить кофе. Да. Я, давай, я не пью. Я уже думал, что ты тут мороженое расквасил по всему салону. Ага. Я так и делаю. Я тебе сделаю. Ты знаешь, что 15 тысяч мы оставили из-за лога. За эту машину, да. Если мы ее вернем с захляпанную кетчупом, нам скажут, что дай нам назад. Так, это тут мои очки, где должна быть сейчас кофа. Какой-то из них white. Это вот это. У меня дабл паундер. Кстати, не думайте, мы Макдональдс не рекламируем. Мы за него деньги платим, никто нам за это деньги не дает. Просто наши дети очень сильно любят. А мне приходится... А мне не люблю. А мне приходится вместе с ними вот это вот питаться нездоровой пищей. Все, всем приятного аппетита. Приятного. А я не ем с вами Макдональдс. Да. Да, мама ничего не взяла. Не полезно. Только кофе. Приятного аппетита всем. Спасибо. А у вас там реально много места. Это в мусорку. Побольше, чем в этой в Бентайгере, где мы там были. В Континентале. Еще в Роллс-Ройсе мы не обедали. Класс. Особенно бургерами. В Роллс-Ройсе надо кушать омары какие-то, устрицы. Но не чизбургера. Я буду есть здесь ем. Макфлюри. Макфлюри Твикс? Ты же Марс заказывал. Да Марс. А, просто коробка. А, коробка двойная. Твикс и Марс. Прикольно. Макс, оближи. Что? Оближи. Можно мне один кусочек? Угу. Макс, дай мне ложку. Ээээ. Доедайте свои десерты и поехали кататься. Сколько можно? Тут превратили мне Роллс-Ройс в забегаловку какую-то. Макфюри. Мы пообедали, а теперь надо ехать на вакцинацию. Мне надо делать второй укол от коронавируса. Вы довольны обедом в Роллс-Ройс? Только что разобрались, что у Кады там телевизор можно смотреть. Только Катя телефон смотрит. Поехали. Будем колоть папе сейчас. Кольчик. Кстати, что прикольно? Тут 6,6 объем двигателя. Огромный движок. А тихо, вообще тихонько идет, как будто бы шепчет. Кстати, видно, я не знаю, телефон покажет, у меня проекция там, я вижу скорость свою. И ограничения тоже. И полетели. И камеры. Нам не нарушаем. Нам еще немножечко. И папе сделает роти. В эту ротичку. Папе нельзя будет за руль? Мама сядет. Нет, мама не сядет. Он корабль, это не танк. Танк это Хаммер, а это корабль. Яхта. Вам нравится корабль, товарищи? Ага. Нет. Да. Нет, да? Да. Орли Квинн стадион. Это тебе на стадион будут? Да, мне на стадионе. На стадионе по регби. Не футбольном, а регби стадион. Кстати, пишут, что ты похож на какой-то там футболиста. Вот, пожалуйста, будем тебя прививать на футбольном фоне. На регби стадионе в форме баскетболиста. Что это за мистер король там сидит? А что за звуки у вас? Телевизор. Телевизор? Да. Нормально. А вот и стадион. Близко. Так, теперь надо найти, где тут припарковаться. Вопрос. Рама. Вон, статуя. Чувачки играют в регби. Вот. Большой, красивый и новый. Вот, буквально вот недавно открыли. Тестинг. Нет, тестинг мне не надо. Вот, пожалуйста, фотоестинг, тестинг. Нам не тестинг, нам вакцинашн. Итак, что тут говорит? To get tested. Нам не тестинг, нам вакцинашн. А мы влезем тут. Подожди. Где написано, что здесь вакцинашн? Мы приехали. Точнее, я приехал. Вы ждете меня здесь? Да. Ну, наверное. А что вам там со мной идти? Там так толпа всяких коронавирусных. Ну, давай, мы ждем тебя. Пока. Пока. Какой ужас, какой ужас. Бежит, бежит. Боже, где там эти зонтики? Где зонтики? Где? Где зонтики? Где они? Где? А где зонтики? Ну, уже поздно зонтики доставать. Вот они здесь. Да, спасибо. Я же хотела. Я же хотела вас вот это зонтиком накрыть. Ой, капец. Ну, расскажи, как тебе там ваву сделали? Где-то вот здесь укололи. Вот точечку видно. Ай-яй-яй-яй. Вот это знак, что у меня AstraZeneca. Там в одном центре, ну, вот этот браслетик. В одном и том же центре делали и Pfizer, и AstraZeneca. Да. Какой Акзин? Это разные виды вакцин. Окей. Все, в путь. Нам надо ехать, брать нашу собаку, везти на Inspection, или как это называется? На Экзам. На Экзам, да. Короче, будут проверять, есть ли у нее собачата в животе. Потому что она у нас... А знаете, зачем мы уточняем? Да, потому что она не толстая. Потому что у нее не растет живот. Она погуляла с женихом несколько дней. Мы за это заплатили кучу денег. А живот не растет. Представляете? 350 фунтов, чтобы съездить кавалеру хвост. Как собаки под хвост. Вот так вот. Поехали. Ой, как хорошо видно все. Так, сейчас мы заводимся. Включаем обдув. Или он автоматический? О! Сейчас все быстренько продует. И все, и красота. Поехали за собакой? И поехали за собакой. А я буду играть. Я тоже. Вы там реально как в карете какой-то. Они там по-королевски сидят. Вообще. Сейчас мы выключим этот шум. И будет красота. Смотри, смотри, где его ноги. Нормально. Монстр. Хорошо живем. А в Bentley Continental коленки негде было деть. Не то, что ноги. Так что берем Rolls-Royce. Это лучше. Но мы еще подумаем. Мы еще не прощупали его до конца. Давай мы нормально покатаемся пару дней. И потом посмотрим. Пойдем. Как вовремя мы взяли машину на осмотр. Как раз можно испытать ее и в условиях непогоды. Не течет ли крыша посмотреть. Не холодно ли. Действительно. За такие деньги, правда? За такие деньги не должна. Здесь крыша. Должно быть все очень комфортно. Так и есть. Комфортно. Красота. Только ноги у меня все равно промокли. По лужам бежал. Машина не помогла. Не помогла дорогая машина, чтобы у меня ноги сухие остались. Сидит наша собака опасная дома. Все, сейчас поедет на экзаменейшн. Можно у меня будет сидеть самая красивая? Не, у меня. Я первый, а ты второй. Катя, я сказал первый. По дороге туда. У Кати по дороге обратно. У Макса. Окей? Вот так ничто. Ей, спасибо. Идем, берем собаку. Собака! И везем ее к доктору на экзамен. Сколько же у нее там в животе собак? Али, подождите меня! Куча! Куча! Собака, оставай дверь! Собака, оставай дверь! Пошли, покатаем тебя на красивой машине. Самую прекрасную собаку... Осторожно. На самой прекрасной машине. Осторожно с кузиком, да. Самую прекрасную собаку на самой прекрасной машине. Все, я закрываю дверь. Давай. Прошу. Принцесса наша... Ключи забыли. Самую прекрасную принцессу Гучу надо на самой прекрасной машине прокатать. Елка, прошу садитесь. Принцессы наши. Гуча, ты возле меня. Вот ты моя принцесса. Э, так не честно. Она моя принцесса. Все, поехали. Сейчас мы узнаем. Узнаем, беременная ли она. А то что-то пузо не растет. Вот, может хоть один там собачонок есть у нее в животе? Да. Надеюсь, да. Там нас ждут уже. Собаке понравилось? Это собака. Точнее машина. Собака понравилась с собаке? Смотрите, как этот король. Мистер Король сидит такой, нога на ногу заложил. А девочки он одевает. Ошейник. Гуча, дай мне лапочку. Дай лапочку Гуч. Гуча, вот сейчас мы проверим, зря ты просидела три дня у кавалера или все-таки не зря. Вы готовы идти к посетителю? Ну, доктор. Это Гучи жучковна. Идем же, кстати. Идем к собакам. А мы все идем, да? Нет, только Гучи. Нам же все не надо. Идем к доктору. Собака. И высоко, наверное, спустите. А то у нас мощная собака. Опа. Летающая собака. Привет, моя любовь. Идем. Нам в другую сторону. Вам в другую сторону. В другую сторону. Так, ты моя собака. Уже привык, обычная машина. Ну, машина и машина. Так что, будешь брать себе такую? Я подумал. Может, Калинан еще попробуешь? Кстати, то будет вообще круто. Когда ты первый раз смотришь, она как обычная машина. Пока по коже похожа. По коже похожа? Пойдемте. Собака идет к своему доктору. К любимому. У Куки даже есть очень романтичная дорожка из роз. Да, смотрите, она даже знает, что это доктор тут, что ее пощупают. Хорошо, ты уже доктор. Где же ее начнете? Да, у меня есть скейп-чейк. Да, у меня есть скейп-чейк. Да, у меня есть скейп-чейк. У меня есть скейп-чейк. Ушла наша Гуча. 15 минут, ее будут там щупать, проверять. А может, и сделают... Узи. Собака говорит, украли. Спасите меня. И щенят наши съездут. Съедут. 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 Короче, наша Гуча за 350 фунтов за два дня просто погуляла. Накладилась в компании кавалера. И без толку. Потому что ни одного паписа в животе не обнаружено. Куча. Капец. Пойдем, сейчас детей обрадуем. Сейчас дети расстроятся. Так, у нас есть две новости. Одна хорошая, вторая не очень. Нету собак? Нету собак. Эта собака зря погуляла. А какая хорошая? Ну, шо, все здоровая. Никаких проблем не обнаружено. А, хорошо. И блокастая. Ага. Да, ну блоки мы обработали, поэтому принимайте эту блокастую. Садись. Я хочу. Да. Хочу свалилась. И все. Едем отдыхать. Хочется уже спокойно отдохнуть. Прошу, мама. Благодарствую. Опа. Поехали. Покатай у вас еще немножко. Ну, ты доволен машином? Гуча не дает мне присягнуть. Ух. Гуча, не дает. Дай ребенку присягнуться, Гуча. Собака за 350 фунтов три дня гуляла с собакой. А штаны грязные. Зачем ты ее на руки взял? Посмотри на штаны. Капец. Чистые штаны только одел. Поехали. На отдых ставь свою смирюку отдыхать. Вау. Видно, как открылось. А ну, кончилось. Вот, оно вот так вот закрыто было. Сейчас. Когда я машину вот, это она была выключенная вот так. Когда я машину завел, оно сделалось вот так. Гуча с собой в кровь ехали. Красота. Это она эксайтинг, что она к доктору ходила. Ее там, наверное, три-то не накормили. Поехали. Парковать зверя. Этого госта. Как по-русски? Привидения. Привидения. Будем парковать привидения. Садима. Если Гучи кормили, тогда она хочет опять идти. Она видять или она... Она не хочет быть беременной, чтобы опять проверяли. Все. Зверя припарковали. Welcome home. Собаку выключили. О, а что это за кнопка дор? Пусть, отпусти кнопку отдать. Вот. нашел ту кнопку дор, которую мы искали. А ну еще раз. А ну еще раз. Но только надо держать. О, вот это фишка раньше. Роллс-Ройса, про которую я говорил. Это мастхэв. Ну вот неудобно. Вот эту дверь реально. Как? Максу это же надо вывалиться, чтобы прям... Да, чтобы закрыть дверь. Нельзя. Прикольно. Ну спереди... Эй, ты что меня давишь? Ну спереди наверное такой кнопки нету. Нигде. Да. Не вижу. У меня тоже есть. Да. А сзади круто. Очень круто. Ну что, идем отдыхать. Зрителям говорить лайки всякие. Да. Нравится наша машинка ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Пошли отдыхать. А зверя тоже ложить спать. Такая себе однокомнатная квартира на колесах но по цене не квартиры а по цене целого особняка. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.